Новую визу для иностранцев хотят внедрить в Казахстане. Министр туризма и спорта Ермик Маржахпаев признал, что иностранцы сталкиваются с трудностями при получении виз в Казахстане. По сообщению туроператоров, иностранные посетители сталкиваются с трудностями при получении визы из-за технических неполадок визово-миграционного портала. В результате этого туроператорам пришлось отменить забронированные путевки для иностранных туристов. У Казахстана действует безвизовый режим с 82 странами мира, но глава Минтуризма признал, что много нареканий со стороны туристов вызывают вопросы именно визово-миграционного режима. Совместно с заинтересованными госорганами сейчас рассматривается вопрос по внедрению визы современных кочевников. Рабочее название – Неонамад виза. Она создается специально для иностранных граждан, предоставляя им право долгосрочного нахождения в стране, точнее на год. Ожидаемый экономический эффект от внедрения данной меры составит свыше 3 миллиардов тенге ежегодно. Что значит Неонамад виза? Ну, первое, есть ряд требований. Это медицинская страховка, которая действительно на территории нашей страны первая. Это обязательство о том, что данное физическое лицо работает и имеет доход не менее 3000 долларов в месяц. Туризм сейчас в мире является высококонкурентной сферой, но не в Казахстане. В развитии туризма государство ежегодно вкладывает миллиардные средства и разрабатывает различные программы. Однако ежегодно встает вопрос о том, что туризм в Казахстане не развит. Премьер Бегтенов раскритиковал дороги. По его словам, в Казахстане много красивых мест, но не добраться. И ситуация никак не меняется. Глава правительства также раскритиковал работу Акиматов по обеспечению транспорта для туристов. Сколько раз Акиматам поручалось решить вопрос цивилизованного транспортного обеспечения на вокзалах и в аэропортах. Но результатов так и нет, заключил премьер. Иностранец только прилетит к нам и сразу сталкивается с нашими назойливыми таксистами, у которых цель – некомфортно и безопасно довести до отеля, а максимально завысить цену поездки. По словам экспертов отрасли, в стране есть привлекательные туробъекты, но они все еще малодоступны. Инфраструктура туризма требует обновления и доработки, включая дороги, аэропорты и гостиницы. Казахстанцы недовольны ценами и сервисом в турзонах страны. У нас нет малой авиации для туристов, вертолетных прогулок, очень плохой и старый тур-транспорт, особенно в горных местностях, где нужны современные, надежные и комфортабельные автобусы. Видимо, поэтому в последнем глобальном рейтинге The World Economic Forum Казахстан сегодня занимает 66-е место из 117 государств мира. В Западной Казахстанской области сотрудник Акимата ездил пьяным за рулем автомобиля. Дело чиновника рассмотрели в ходе Совета по этике. Участниками Совета были рассмотрены дисциплинарные дела в отношении должностных лиц Акимата-Букиердинского, Косталовского и Тоскалинского районов. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Первым было рассмотрено дело в отношении чиновника Косталовского района Западно-Казахстанской области Аким Сила-Бустандык из Боусакалов был замечен пьяным за рулем автомобиля. За это ему было назначено наказание в виде строгого выговора. Также было рассмотрено дело заместителя Акимата-Скалинского района Сайгуль-Галиевой. Родственник заместителя Акимата-Скалинского района Сайгуль-Галиевой посадил за руль авто пятилетнего сына и снял это на видео. Видеозапись загрузили в социальную сеть. За это действие предлагается наложить дисциплинарное взыскание. Также на совещании было рассмотрено дело в отношении Акима-Сайгинского сельского округа Бокеурдинского района Чингиза-Бдулина. Он выбросил окурок за пределы мусорного бака на одной из железнодорожных станций. Во время рабочей поездки Аким Сайгинского сельского округа вышел из поезда на перрон и бросил окурок сигареты в неположенном месте. За это ему было наложен штраф. Однако каких-либо других правонарушений с его стороны замечено не было. Учитывая, что в целом у Акима положительная характеристика и он ранее не подвергался дисциплинарным взысканиям, сейчас ему было назначено наказание лишь в виде предупреждения. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Особий Копекенов, ТДК-42. Правительство заявило о пике паводка в Атравской области. Паводковая ситуация в целом стабилизируется. Однако некоторые регионы все еще в зоне риска. О возможной второй волне паводка и большой воде, которая может прийти из России по Уралу, в Казахстане сообщалось еще 11 апреля. В восьми регионах остается режим ЧАЭС. Большая вода не отступила в Атравской и Актюбинской областях. На этой неделе ожидается пик паводков на западе страны, сообщил вице-премьер Бузумбаев. В восьми регионах Казахстана также продолжает действовать режим ЧАЭС местного масштаба. В эвакуационных пунктах до сих пор остается около 5000 человек. Более 58 тысяч находятся у родственников. В свои дома вернулись 55 тысяч человек. Два населенных пункта в Актюбинской области все еще находятся без транспортного сообщения. Жители обеспечивают продуктами питания и медикаментами. Под водой по-прежнему остаются 264 дома в трех регионах. Кроме того, затопленными остаются 10 сибироязвенных захоронений в трех регионах Казахстана. На этой неделе ожидается пик паводков в Атравской области. Сейчас уровень воды в реке Жаях превысил опасные отметки на гидропостах в поселках Индербор и Махамбет. Отметка реки Урал составила 551 сантиметр, перевалив опасную черту. И вода продолжает пребывать. По информации чиновника, 12 тысяч домов в разных регионах были залиты водой. Также подтоплены 25 тысяч дачных участков, где находятся еще 18 тысяч дачных домов. Сейчас специалисты проводят анализ и оценку пострадавших домов и дач. На следующей неделе будут известны суммы компенсаций. На сегодня около 20 тысяч семей получили единовременную помощь в размере 100 МРП или 369 тысяч тенге. В Кульсаре от Атравской области проводится вывоз мусора после паводков. Ежедневно ведутся работы по очистке территории от твердых бытовых отходов. Сколько мусора уже собрано и сколько специализированной техники было задействовано, расскажут наши корреспонденты из Каспиан Ньюс. После наводнения из города Кульсаре вывезено 4,7 тонны твердых бытовых отходов. Об этом сообщил директор компании «Жилой Тазалак». По словам Бауржана Абдурахманова, на данный момент в микрорайонах пострадавших во время наводнения работают несколько бригад. Привлечено около 30 единиц специальной техники. В ближайшее время планируется увеличить их число еще на 20-25 единиц. Собранный мусор вывозится на полигон товарищества «Жилой Тазалак» и утилизируется. У нас имеются свои плановые работы. Все согласовывается со штабом. Каждому микрорайону выделяются люди и техника. Также мы подбираем вещи, которые жители оставляют на улице. Конечно же, они заранее отправляют в Акимат, штаб, свои заявки. Мы их тоже отрабатываем. В микрорайоне Жадарасын завершили работу на 95,5%, где мы также производим откачку воды. Есть еще микрорайон Атрау. Работы там завершены на 70%. Больше всех, как нам кажется, пострадал второй микрорайон. Многие дома ушли под воду. Соответственно, оттуда вывозится очень много мусора. Представители компании, занимающейся утилизацией, просят жителей собирать мебель, постельные принадлежности и другие вещи по отдельности. Это облегчит нам работу по сортировке бытовых отходов до отправки на полигон и увеличит нашу продуктивность. Подчеркнули специалисты. Норсояль Брос, Ваклбек Киртаев, Нурлан Шамгонов. Специально для телеканала ТДК-42 из Жилойского района Атрауской области. В Актюбинской области общественные штабы продолжают оказывать всестороннюю поддержку пострадавшим от паводка. К этой работе привлекают сотрудников госорганов и финансовых учреждений. Напомним, в регионе подтопило порядка 4,5 тысяч домов и дач. Между тем, больше 20 семей, которые лишились жилья в одном из сел Айтикибийского района, уже переехали в готовые дома. Жилье им приобрели за счет спонсорских средств. Лейла Уэсова встретилась с новоселами. Одни из первых новоселов – молодая семья Бергена Архабая и Гулярай Турералихаза. Их единственное жилье в ауле Тимирбека Жургенова признали непригодным для проживания. Как только супруги услышали о возможности переехать в готовый дом, они стали просматривать варианты и сами выбрали для себя жилье. Трехкомнатный дом приобрели за счет спонсорских средств. Переехали в новый дом. Нам очень нравится. Мы благодарим нашего Акима, спонсоров, всех неравнодушных за поддержку, что не оставили нас в беде. Часть уцелевших вещей мы забрали из старого дома. Сейчас у нас все хорошо. Жизнь налаживается. Две недели назад для жителей этого села выкупили пять домов. Еще восемь семей справили новоселье накануне. Жилье сельчане выбирали сами. Всего по району поступило около 150 заявлений. На их основании комиссия проверила техническое состояние каждого жилья. В результате 48 домов были признаны аварийными. 29 марта примерно в 4 утра наш поселок начал утопить. Людей экстренно эвакуировали из аула. А теперь вот получили новый дом. Не стали переезжать в другой поселок. Выбрали дом в безопасном месте. Общая площадь здесь 110 квадратных метров. Всем довольны. Владельцы 21 дома выразили желание приобрести жилье на вторичном рынке. Остальным построят новые дома. К слову, несколько подрядных организаций уже приступили к строительству домов в этом районе. Завершить работы планируют в течение трех месяцев. Кроме того, в Атикибийском районе начнется реконструкция плотины Щербаковская в селе Талдысай. Во время паводка гидросооружение не выдержало напора воды. Из-за прорыва дамбы затопило село имени Тимирбека Жургенова. По данному факту было возбуждено уголовное дело в отношении подрядной организации, занимавшейся капремонтом плотины. В прошлом году на эти цели из бюджета потратили больше 200 миллионов тенге. После реконструкции объем воды здесь увеличится. На плотине также построят новые шлюзы. С паводками продолжают бороться в Иргейском районе. В реке Тургай не спадает уровень воды. Показатели все еще критические. Самодельную дамбу из песка продолжают поднимать в поселке Куэлыс. На сегодня в ауле Куэлыс работают 12 единиц техники. Они задействованы в укреплении насыпной дамбы. Это 4 погрузчика, 7 КАМАЗов и 1К700. Помимо этого здесь находятся 65 жителей самого поселка и 40 военнослужащих. Они тоже борются с паводками. Река Тургай все еще представляет угрозу для населенного пункта. Женщины, дети и старики из аула в середине апреля находятся в эвакуационных пунктах райцентра. Все, кто задействован в противопаводковых мероприятиях, круглые сутки наблюдают за водоемом. Прогнозов пока никто не дает. Сейчас это единственный поселок по всей области, где до сих пор идет борьба со стихией. И как сообщили в областном Акимате, техническое обследование потопленных домов продолжается. Пострадавшие возмещают материальный ущерб. На сегодня выплаты получили больше 400 семей на общую сумму 658 миллионов тенге. В Индерском районе от Роскообласти начались пассивные работы. Наводнение действительно создало определенные трудности для проведения работ. Тем не менее, фермеры проявили настоящее усердие, посадив урожай вовремя и обеспечив все условия. Подробности в сюжете. Почвообрабатывающие работы проводятся в Индерском районе с помощью трактора ХТЗ-150, находящегося на балансе Акимата Баденского сельского округа, при поддержке Индерского многопрофильного сельскохозяйственного колледжа, который также выделяет дополнительную технику. 7-8 фермерских хозяйств, расположенных вблизи берегов реки Жаик, не имеют возможности выращивать урожай. Однако по остальным 40 ведется интенсивная работа. В октябре-ноябре прошлого года ряд хозяйств района приступили к обработке 200 гектаров пахотных земель и в результате посеяли семена раньше обычного. Полным ходом идет посев и орошение запланированных в регионе 1600 гектаров пассивных площадей. Доля посева картофеля составляет 15%, а семян овощей – 28%. От 25 до 30% территории предназначены для посева садовых культур. Рассаду специально выращивают в теплицах. Количество ферм, применяющих капельное орошение, продолжает расти. В этом году этот метод выбрали 38 фермерских хозяйств. Кроме того, в целях приготовления кормов для животных фермеры используют дождевание на 134 гектарах земли. Дана Килибаева, Абекуан Дагула, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42, АТРАУ. В Астане прошел фестиваль робототехники. На робозерде 2024 приняли участие более 200 школьников со всех уголков республики. Ребята не только показали свой интерес к роботам, но и желание развиваться в технических и научных исследованиях. Поддержку мероприятия оказали центры и школы по поддержке талантливой молодежи. Это будет стартовая площадка для юных ученых и инновационных проектов. Инициаторы фестиваля ставят перед собой амбициозные цели и задачи. Наш фестиваль призван повысить интерес учащихся к робототехнике, развивать научно-технические способности детей и всячески поощрять их занятию наукой. Робототехника для школьников – это не просто хобби, но и мощный инструмент для улучшения навыков стим. Кроме того, наш фестиваль подготавливает школьников к будущим профессиям в сфере инженерии и информационных технологий. В Сапон-Казахстанском областном центре психического здоровья появилась небольшая аллея, посвященная Международному дню медсестер. На аллее цветов старших медицинских сестер, возведенной на территории больницы, высажены многолетние деревья и цветы. Стоит отметить, что эту аллею организовали медсестры с поддержкой коллег. Такие клумбы не только служат образцом для будущих и молодых специалистов, но и способствуют охране природы, утверждают медицинские работники. К слову, в данном медицинском учреждении трудятся более 200 медсестер. По всему миру отмечается Международный день медицинской сестры. В преддверии этого праздника старшими медицинскими сестрами областного центра психического здоровья была высажена аллея цветов. Это хорошая традиция, продолжается у нас уже несколько лет. До этого у нас была высажена аллея ветеранов. И поэтому мы будем продолжать дальше, участвовать и в благоустройстве территории, и на благо нашей больницы. Казахстанцы могут получить грант на бизнес-идеи. Об этом сообщил специалист Центра трудовой мобильности Западной Казахстанской области. Первый прием заявок начнется с 20 мая. Каков размер гранта? Какие категории граждан могут получить средства на начинание? Выяснили наши корреспонденты. В Казахстане с 20 мая начнется прием заявок на получение грантов для бизнес-идеи. В Западно-Казахстанской области на этот год планируется выдать 395 грантов. Размер каждого составляет 400 МРП, то есть 1 476 800 тенге. Заявки будут обрабатываться на сайте business.embek.kz. Имеют право, есть возможность получить такой грант в 7 категории. Это, как говорится, сусы, социальные уязвимые слои населения. У нас в 7 категории. Это многодетные есть лица, получители адресной социальной помощи, переселенцы, кондасы, лица, не имеющие противопоказания в работе. Это у нас лица с инвалидностью, либо лица с инвалидностью, воспитывающих детей инвалидов, либо имеющих супругов инвалидов. Претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту «Бастау-бизнес» со сроком не более трех лет. Все заявки будут рассматривать специальная комиссия. Те лица, которые получат положительное решение комиссии, они будут заключать с нами договор. Мы с ними будем заключать договор на 12 месяцев. И в течение 12 месяцев мы будем данных лиц мониторить на правильное исполнение принятых обязательств. В течение трех месяцев они должны подтверждающие документы представить. Отметим, что сейчас специалисты ведут информационную работу. Первый прием заявок будет проходить с 20 по 31 мая. В этот период планируется принять 193 человека. В Казахстане зарегистрирован один из самых высоких показателей по разводам. Эту тему обсудим в программе «Время говорить» 15 мая в 19.30 на ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова